В преддверии Дня Победы пограничное управление ФСБ Российской Федерации организовали солдатский перевал в Пионерском парке столицы. С самого утра военные повара готовили кашу, которая всегда получается по-особенному вкусной. Разжигали печку, потом сделали кипяток, чай делали, потом ставили воду, закипятили воду, добавили крупу, добавили тушенку, сделали пассеровку и все приготовили со вкусом, с сердцем. А в чем отличие все-таки солдатской каши? Чем она вот так вкусная, что всем нравится? Ну, обычную кашу вы где делаете? Правильно? Пришли, на плиту поставили и сделали. Правильно? Возьмите, пожалуйста. На плите сделали. А здесь она делается, во-первых, на дровах. Она делается на дровах. Просто вкусовые качества очень другие от нее, отличаются очень сильно. Желающие смогли попробовать не только кашу, но и выпить сладкий чай со сдобными булочками. И самое главное – пообщаться с ветеранами. Каждый раз бывает вкусная каша, гречка с тушенкой, такая боевая. Атмосферу создает полевая кухня, очень хорошая. Большое спасибо тем, кто ее организовал. Поздравил ветеранов с приближающимся праздником и отведал солдатской кухни президент Анатолий Бибилов. Гергаулов Виссарен Захаревич в свои 99 лет принимает поздравления. Он рассказывал о далеких военных годах, как он защищал свою землю и народ от фашистов. Вместе с ветеранами этот день отмечают ветераны тыла и труда. Все для фронта, все для победы. Этот девиз вдохновлял тех, кто оставался в тылу и помогал фронтовикам выстоять до победного конца. Лида Валиева – ветеран труда. Она прекрасно помнит, как они отправляли на фронт шерстяные изделия. Сен-Дота, она все время вязала днем и ночью. Мы относили их к контору, председателю колхоза Евгений Диоев. Мы им сиротом. Тогда знаешь, как несли люди. Лишь бы приняли, лишь бы успели. Вот так. Вообще народ был очень такой, что они душу даже отдавали для фронтовиков. К большому сожалению, ряды ветеранов Великой Отечественной войны редеют. Многие из них по состоянию здоровья не могут принимать участие в праздновании Дня Победы. И лишь некоторые находят в себе силы с народом порадоваться этому дню. Ирина Битева, Александр Кукоев. Информационный выпуск сегодня.